Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Лера и сегодня я подготовила для вас 13 бьюти-хитростей, которые облегчат жизнь любой девушке. Разумеется, некоторые из них вы наверняка уже знаете или может быть кто-то даже ими пользуется, может быть кто-то и нет. Я очень надеюсь, что это видео действительно будет полезно для вас, вы узнаете что-то новое для себя и также эти хитрости сократят уйму вашего времени и нервов. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Итак, первый бьюти-лайфхак. Чтобы быстро и ровно нарисовать стрелку, а также не выйти за нужную границу растушевки теней, отрежьте небольшой прямоугольник от скотча и приклейте его по направлению от последних нижних лесничек в кончику брови. Этот трюк поможет как новичкам, которые только учатся краситься, и также тем, кто просто хочет сэкономить свое время. Отклеиваем скотч и получается ровная и красивая стрелка. Вторая хитрость. Если у вас вдруг закончилась подводка, то вместо нее можно использовать вашу тушь. Тушью, конечно, немного сложнее рисовать стрелки, потому что она быстро засыхает и приходится очень часто набирать ее на кисть. Но в итоге стрелки получаются ничуть не хуже, чем от подводки. Третий секрет. Наверное, многие сталкивались с такой проблемой, что когда вы завиваете ресницы щипчиками, то ничего не происходит. Вам просто нужно нагреть ваши щипцы феном в течение 10-15 секунд, завить реснички, и вы сразу увидите огромную разницу. Четвертый трюк. Если у вас начала заканчиваться тушь, то ее можно реанимировать с помощью горячей воды. Поместите в нее тушь на 10 минут, и она будет как новенькая. Пятый бьюти лайфхак. Чтобы не запачкать верхнее веко, когда вы красите ресницу тушью, просто возьмите обычную ложку, приложите ее обратной стороной и аккуратно прокрасьте реснички. Так вы точно не залезете на верхнее веко. Шестая очень классная хитрость, как сделать ресницы длиннее. Хорошенько припудрите реснички рассыпчатой пудрой. И затем нанесите тушь. Не бойтесь, комочков не появится, а реснички будут выглядеть пышнее и длиннее. Прокрашиваю также второй глаз. И вуаля! Седьмой бьюти трюк. Вместо геля для бровей можно использовать старую зубную щетку и лак для волос. Просто сбрызните щетку лаком, и затем уложите брови. Он их действительно очень хорошо фиксирует. И двигаемся дальше. Восьмой бьюти лайфхак, как сделать губы немного больше и мягче. Для этого аккуратно помассируйте губы зубной щеткой. Так мы уберемся с шелушения с губ, и из-за притока крови они будут казаться пухлее. Затем нанесите бальзам для губ и вбейте его пальчиками. Девятая хитрость. Чтобы из сатиновой помады сделать матовую, просто приложите салфетку губам, и затем через нее припудрите губы рассыпчатой пудрой. И матовый финиш готов. Десятый бьюти лайфхак. Я думаю, ни для кого не секрет, что помаду можно использовать в качестве румян. У меня это блеск для губ, и он также помимо румян, создает небольшой эффект хайлайтера. И переходим к волосам. Я думаю, у многих есть такой пушок, который дико раздражает. И чтобы его убрать, сбрызните лаком на зубную щетку и зачешите волосы. Так волоски будут держаться дольше. Двенадцатый секрет. Чтобы скрыть светлые волоски, когда вы делаете хвостик, возьмите тени, подходящие к вашему оттенку волос, и нанесите их на нужные участки, хорошенько растушевывая. Так вы уберете этот эффект лысины, и визуально сделаете волосы немного гуще. Тринадцатый бьюти лайфхак. Если у вас закончилась свечка, то не спешите ее выбрасывать. Из нее можно очень стильно организовать ваши косметические принадлежности. И в общем, да, это все тринадцать бьюти хитростей, которыми я хотела поделиться с вами. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Также пишите внизу в комментариях, какие хитрости используете вы в своей повседневной жизни. Мне будет очень интересно почитать. И спасибо большое за внимание. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.